Мы на легендарном Кировском заводе. Знаменитый Путиловский, который составлял гордость и российской державой, и Советского Союза, и сегодня является флагманом машиностроения. Вы видите живое предприятие, которое сегодня вышло не только на рынки России, но и завоевало уже в своем классе тракторов 20% мирового рынка. То, о чем мы говорим, об импортозамещении, здесь реально реализуется. Несколько лет назад это предприятие пытались захватить рейдеры, хотели уничтожить как конкурента. Вот руководители этого предприятия при поддержке Государственной Думы, при реальной программе, которую вместе с правительством отработали, живет, развивается и приумножает свой потенциал. Они сегодня, видите, на этом конвейере уже за смену выпускают 12 тракторов. Три года назад выпускали 2-3. Четыре раза увеличили объем производства. Должен сказать, у них есть новые модификации, которые завоюют широкий рынок. А такая техника нужна особенно странам, где есть большие контуры полей. Это страны такие, как наши, Казахстан, Белоруссия, Украина, Канада, Америка, Аргентина, Китай. Так что для нас принципиально важно поддерживать это производство. Мы внесли предложение просубсидировать активнее сельхозмашиностроение. Поддержало и правительство. Почти 14 миллиардов дополнительно выделили на эти цели. Но надо сказать, вот как раз эти средства идут в дело. Одновременно здесь готов стенд по испытанию турбин. Это турбины, основной агрегат на крупных атомных ледоколах, на наших крейсерах, на подводных лодках. У нас не было этого стенда, он молчал почти 25 лет. Последние два года полностью проведена реконструкция. Большие средства, выделенные более миллиарда рублей, пошли в дело. И на днях будет испытываться первая турбина за последние годы. Та, которая пойдет на атомные ледоколы для освоения Арктики. Для нас это одна из самых принципиальных задач на ближайший год. Должен сказать, что инженеры, руководители, рабочие, мастера, управленцы решили эту задачу блестяще. Это в известной мере закрытый объект, но тем не менее он в действии, на днях начнем испытывать. И суперсовременные турбины поступят для народного хозяйства. И для нас принципиально важно поддержать трудовые, крупные, рабочие коллективы. Я здесь регулярно бываю и горжусь тем, что Кировский завод является флагманом и образцом не только сельхозмашинстроения, но и в целом научно-технического прогресса в стране. Субтитры создавал DimaTorzok